В Мави зашли. Лариса курточку себе берет за 200 лир. Песочек насыпан. Ребятишки там босиком гуляют, пока родители чатятся или по магазинам ходят. Я опять бутылку с водой где-то оставила. Что-то где-то примеряли и оставила. Пришлось купить снова. Это у меня постоянно происходит. Сейчас пойдем покупку обмывать. Колинс она еще хотела зайти и потом пойдем в отделет. А вот и стилет. Пойдем. Ну, поздравляю, что ли? Курточкой с новой. Да. Скоро похолодание, будешь бегать на прохладную погодку, да? Ну что, давай зайдем в отделет. 449, это большой. А вот у тебя вот такой, да? Да, у Ларисы это такой бирюзовый. А, ну там написано, да? А, 3900, ну, короче, 4. А, 399, маленький, 340, да. Ларису за три купила такой. У него стен продаются на... Ну, нам же сказали, они все в магазины завозят и продают два раза дороже. Сумочка поинтересная. Прямо такие молнии классные у нее. Пойдем-ка посмотрим. Что тут есть? Полотенце такие мы, по-моему, даже в прошлом году видели. Сумки, опять сумки, вот они. Борчужные. С текстиля. Вот такие сумки. Что за стоимость? Полторы тысячи. Какая мягкая сумочка. Бежевая, потому что она не бежевая, она лучшая. Нет, ну, такая. Ну, наверное, все по полторы. Ну, хорошенький. Интересный, смотри. Так, 1609. Ну, 1700 вот такая. 170 лет. Рюкзачки. Какие-то такие сумочки. Цвет такой же. Цвет такой мятный, мятный-зеленый. Такие сумочки. Все уютненькие. Ремень такой широкий. Ой, она какая легкая. Кармашки по бокам. Сколько такая сует малышка. 1200 рублей. Никогда не любила вот такие сумки. Такого цвета и в таком исполнении. Ну, такие. Уже полосы. Ты что зацираешься? Мне они не нравятся. Мне не нравятся вообще никак. Мне когда бинетон. А? Бинетон, кабинет. Вообще. Мне вот этим нравится. Ну, как мне нравится. Ее просто вот так. Ее вот так. Через плечу. Ну, в принципе, да. Она смотрится неплохо. У нее ремень такой интересный. Да? Если с одеждой сочетать хорошо. Вот и сумочки для нее есть. Мне, в принципе, я для бинетона нравится. Ну, не за такую цену. Боже за обмену. А сколько стоит вот эта, например? Ну, например, вот эта стоит, ну, или где-то районе 4 тысяч. Выключаем. А, нет. Вот это что за цена? 269-283. Это что? Фиатка. Фиатка. Финиш. Это вот этот, наверное, да? 2700 вот. Черче, 2700. Не знаю. Не знаю. Все, можешь заменить. Вот прям в дермантинище. Такой жесткий, грубый дермантинище. Не знаю. Не хотела бы такую сумку я. Мне лучше, вот знаете, из текстиля. Вот реально я вам говорю. Мне лучше вот такую какую-нибудь сумочку. Вот такую. Вот они такие уютные. Ну, там маленькие. Вот эти вот. Прям хорошие, прям маленькие сумочки. Вот правда, лучше из текстиля. Нет, ну это нет. Вот такая. Текстильная тоже. Прикольная. 1700. Ой. Ой, да какой у нее замок-то. Какой рюкзачок. Ну, классный же. Смотрите, как они придуманы. Рюкзачок. Карман большой такой. Ну. Хорошенький же, правда? Вот еще какой. Вот эти ремешки. Ну, да, они вот тут милее. Они тут уютные сумки. Ну, да. Вот они неприятные. Как кирзовый стопожок. Сумки. Они, может быть, модные. Ну, это их трогать неприятно. В замке у них фурнитура классная. Тут ничего не скажешь. Вот такой рюкзачок. Вот прям приятненький он. Вот прям, смотрите, как тут застегивается. Боже. О, вот так. Вот они как намудрились. Ну, хорошенький же. Вот еще какие-то сумочки. Смотрите. Это какая-то цепочка, как пружинка. Интересная. Тоже приятная такая сумка. Вот прям в руках приятная она. Смотри, на поясные вот эти вот сумки. Мне тоже, кажется, они удобные. Если сумка в руках... Издоребикюмчик. Да. Если сумка в руках неприятная, то вот мне такая сумка уже не нужна. О, тут типа камуфляж. Да? Ну, вот тоже резиночка. Такая-то большая. Вот такую сумку надо купить. Смотрите, она какая прочная. Вот делег. Прям прочная-прочная. Переносить какие-нибудь вещи. Еще вот такая есть. Это она шуршащая, а это вот прям мягонькая такая. Да? Делег. Сколько стоит? 45 рублей. О, смотрите. Нормальная. Такая большая. Надо еще что-нибудь купить и в ней унести. Ой, вот эти вот чемоданчики. Лариса купила. Вот такой, да, она купила? Она купила за 3 тысячи. Сейчас купим. 4 тысячи. Такой цвет тоже красивый. Вот прям лотосевая рыбка. Рыбка. А вот твой, Лариса. А вот. Нет, это сильно болотный. Суперки такого болотного, да? Вот синий приятный. Вот вид мой. Ну? Только у меня написано, посмотри. Там была, забыла, такая надпись. Не пендерей, а зона. А здесь другое. Видите? Здесь тоже всякие сумочки, шляпочки. Вот это вот. Вот, по-моему, это уже. Катон. Не поняла. Ну, я понимаю, что Катон, это хлопок у них. Как засты. Магазин на Катон. Что они похожи в этом магазине. Всякие, всякие, всякие разные бренды. Тапочки для купания. Лариса искала, искала и нашла такие, крепичные. А вот, смотрите, резиновые. На пяточку надевает 400 рублей стоит. Когда приезжаете и не знаете, где найти тапки, вот, пожалуйста, возделейки. Они просто невесомые. Да, и стоит 400 рублей всего. А, я видела мужчину у нас на пляже. Вот так вот их загнул. Да, можно как шлепаться. И шлоруй как шлепаться. Да, и можно вот, девчонки, если что, возделейки. Потому что не всегда их можно найти. Возделейки есть. И они такие выглядят неплохо. Ну, не такие же покупать, правда? Лучше. Исланцы, они такие, как корыца. Я всегда их боюсь. Мне кажется, если у меня нога сюда попадет, я взвою. Ну, вот, видим, часто люди входят. Вот такие босонушки. 1800 рублей. Они полностью кожаные. Вот на таком кавычке. Литом. Ага, литой. Он не обклеенный. Краковяк танцевать. Мне кажется, они очень удобные. 25% скидка. Наверное, удобнее. Мне нравится, что у них подошва вечная. Вот там. Вот такие еще. Ну, тут очень страшно. Удобные? Удобные? Они удобные. 39-й это размер. Ну, как вот, то, что они как корыца, ничего? Ничего. Ну, они тебе большие же? Они мне большие. Тут просто нет моего размера. А вот эти черные есть твои размеры? Ну-ка. Какой-то размер, по-моему, посмотрю. Это 36-й. Ну, это для маленьких. Вот такие еще и шлепочки. Ну-ка. Сколько они стоят? 600 рублей. Ну-ка, вот эти книги. Какой-то рухнет. 57-й. Ну-ка. А, они единственные остались. Вот 39-й, 36-й, 37-й. Вот эти, вроде, тебе и как раз. Да? Угу. На ноге выглядят так стильненько. Мне нравится, как они смотрятся. 37-й, даже, ваша. А, вот тут белые, черные всякие. И с пряжками, и без пряжек. Такие. Удобные. Кстати, удобные, да? 39-й. Вот, изначально, они, мне кажется, страшные. Прям какие-то широкие. Прям широченные. Такие. Ну-ка, ну-ка, они с пальчиком. Ой, они широкие. А, ну, их затянуть можно. Затянуть их можно. Да. 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 Вот эти хорошо смотрятся. И они удобные прям вообще. Вот и вот, где и корыца. Но они не маленькие. А других тут нет. А вот эти прям классневые. Вот эти прямо смотрятся хорошо. Да? Да? Только они не маленькие. 38-й, это 37-й, наверное. Это 40-й, ли? Да. Очень-таки они. Они очень маленькие. Ну-ка, перемерем. У нее уже оболоски. Чуть-то не долго, да? Угу. 40-й вот эти, но они на 38-й, потом маленькие. Вот, ну-ка, вот, говоришь, что теперь. 500 рублей стоят они. Ну, они, вот они хорошо смотрятся. Угу. Прям вот хорошенькие, да? Они не кожаные. Ну, и ладно. Ну, так они стоят 500 рублей. Да, 500 рублей. Они не могут быть кожаные. Вот и красные вот есть, и черные. Мне нравится модель. Ну, да, я думала, что они корыцами будут как-то ужасными. Анатомик. Анатомик. Анатолий. У него даже с конца есть. Угу. А, ну-ка, вот так. Там кузыкие уже у него лезли. Вот это женские. Смотри, какие яркие. Да хорошенькие, позитивные такие. Кузыские, что ли? Нет, почему женские? 39-й. Ну, вот эти мне маленькие будут. Они тоже маломерят. Вот, сейчас какая музыка будет хорошая. Ой, какие удобные. Но они не малые. Это 30-й. Ага. Есть, посмотри. Прям узеньки никак не надо. Не вываливается с них назад. 38-й. А это, наверное, 37-й. 38-й. А, ну-ка, вот эти хорошие босоножечки кожаные. Это прям вот, вот, хорошенькие. Желтые. Ну, как-то выигрышно выглядят. Ну-ка. 37-й. 37-й. Ну, все, уже почти. Мозмеров нет. 37-38. Коричневые. Это вот такие. Вот эти мне понравились, но маленькие. 179-й. Ну, конечно, кожаные. Ну, конечно, кожаные видно. Сколько эндеримок, говорит. Сколько эндеримок. Они тут-то прям блестящие такие. Народ поднабежал. Вот такие мы видели рубашки. Вот эти, не помню уже. Там вот такие. Эндеримки, эндика. Эндика вроде пас. Вот такие. Да, вот тут вот ловить. Смотри, у них как сшито с обратной стороны. Да. Потому что в Айкики посмотрели. Вроде красивая рубашка, сшито аккуратно. Нет, тут отлично. Тут хорошо. А там прям приклеена вот такая флизелин. Как попало. Так чуть. Ну, 600 рублей. Да, вот эти аккуратные рубашечки. Возьми, Паша. Прям вот аккуратнее. Они немножко разные, смотри. Смотри, какие интересные футболки. Она как будто на этой стороне выгорела. Там она яркая внутри. А здесь она прям такая бледненькая, бледненькая. Интересная ткань. Так вот они решили пошить наоборот. И детали. Интересная ткань. Да. Пойдем. Эти футболочки пола в пределах 900 рублей. 600, 700, 800. Вот так. Детские костюмчики. Вот такие. Ой, ну шито пока. Шито не очень. И очень аккуратно. Платье. Почти 200, 200, 200, 200, что 9 литров. Вот такое платье. Не знаю, что в ней такого распрекрасного. Смотрите, какие сумочки беленькие вот есть. Я здесь, помню, покупала себе пляжную сумку. Она была вот такая же, белая с черным. Даже не знаю, куда она исчезла. Исчезла и все. Да? Малит. Теперь пойдем кушать. Белая футболка с лимоном. Вот про нее я не могу сказать, что красота в деталях. Видите, что? Прилепили камень. Вот такие. Зачем? Непонятно. Была бы просто футболочка. Вот. Вот она. Зачем? Что это? Типа бабочки или что? Просто без них была бы белая аккуратная футболочка. С красивым принтом. Зашли в царство еды. Макдональдс, Кейси, Бургер Кинг. Пидем я ела. Пидем? Да. Ну, пойдем. Так, ты Лариса сюда повела. Пидем. Не говори, потому что невкусное. Они не слились. Так, девочки, мы подошли. Вот такой вот еде я взяла долму и йогурт. Салаты я так не знаю. Так, салатов нет? Никаких. Ну, ладно. Не с йогуртом долму. Все больше ничего не буду. Так, девочки и мальчики. Мы с Ларисой взяли долму. Вот так она выглядит. Куча и куча и куча йогурта. Сколько заплатили? Да, да, да. Сколько заплатили, сейчас скажу. Все столы большие, занятые. Мы будем ютиться за маленьким. Ну, я взяла еще один стульчик нам под этим. Под сумки. Лариса, сумку сюда положите. Так, заплатила я. Сейчас скажу, сколько. Что-то, куча чеков надавали. Мы 24. 24. Но я еще взяла. Я еще взяла айран и одну нам на двоих вот такую вот. Как она называется-то? Лохмаджун. Лохмаджун. Могу ошибаться. Лепешка с фаршем наверху мы попросили неострый. В общем, нам сейчас через 10 минут сделают и... Пригласят нас. Приятного аппетита. Потом посмотрю, сколько за твой заплатили. Сейчас не знаю, кучу чеков надбросали. А вон салфетки там, по-моему, нет. Что у меня нет? Ну, давай, Лурик, будем пробовать. У нас столько... Йогурта, да? С йогуртом спрашивают. Мы сказали, с йогуртом. Они, наверное, понежнее будут и не такие острые. Мне вообще не устраивает. Как на вкус? Вроде ничего. Рисы многовато. Фарша вообще нет. Похоже, один рис. Но... Так, экономненький. Многовато. Экономненький такие. Ну, сейчас лепешку нам еще подадут. Пашенька. Посмотрим, как лепешка выглядит. Лахмаджун. Лахмаджун, да. Короче, девочки, 25 лир стоит вот эта порция. Здесь 50 рублей нормально. Так, лепешечка выглядит вот так. Размазали. Она хрустящая. По ней размазали гости и дихарку. Ну, и зелень мы положили. Я иран взяла. Лариса будет чай. И такая вкусная вот эта лепешка. Лахмаджун. Вкусная, хрустящая. Прям чудесная. Мы довольны. Мы не знали, что это так вкусно. Прям чудо, да? Как на лавашок. Фарш с помидорками. Так, запросить нужно здесь. Очень вкусно. Очень вкусно. Прям вот без преувеличения. Все, девочки, нагулялись. Я купила краску для бровей. И для ресниц. Сейчас приеду, буду красить. Все, больше ничего такого не купила. Ничем не порадовала. Ну, так посмотрели, поглазели. А, корточку Лариса купила. В МАВИ корточку купила. Едем домой. Остановочка здесь близко. Есть остановка, если налево пойдете. Но мы идем направо. Она здесь поближе. Какая-то не обозначенная остановка. Ну, да. Как, пень на зеленый? У них обычно долго. У них обычно долго горит. Тут красный, там зеленый. Да. Смотрите. Хочу. Да, хочу вам показать парикмахерскую. Вот, смотрите, мэн-вумен. Тут и мужчин, и женщин подстригают. Вот они совместные. Мы же не в помывочную зашли, не в баню. И разделись. Я не знаю, какими-то стереотипами живете старыми. Мужская и женская парикмахерская вместе. В одном зале подстригают и мужчин, и женщин. Вот, я вам говорила уже об этом. Один зал. Там, вот, какая-то, типа, офис. Они там сидят за столом, чай пьют. А здесь, вот, вместе их подстригают.